Называли страны, которые были после 17-го, после 18-го года, так скажем, наиболее популярны для иммиграции. Я просто хотела добавить тоже такую историческую справку, что если во Францию, например, люди ехали, так скажем, на свой страх и риск и помогали друг другу, наверное, все-таки более-менее по личным знакомствам, то иммиграция в Чехию, как исторический феномен, с 18-го по 38-й год носила характер, наверное, приглашения, потому что тогдашний президент, он, может говорить, Масарик, он объявил так называемую русскую акцию, и он очень плохо относился к политическому режиму в России, но очень хорошо к культуре России и к русским, поэтому очень многие приезжали в Чехию не напрашиваясь, так скажем, а по объявлению этой русской акции в Чехии, и в том числе и Марина Светаева и Сергей Фрон были среди этих иммигрантов, и по этому, во всяком случае, до 45-го года они могли там спокойно жить и работать. И так же они не... до сих пор существует русская диаспора, как тогда, так и сейчас, и потомки так называемой белой миграции живут там, живут там. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова